Добрый день! В этом видеоролике я хочу поговорить все-таки о факторах, которые возникновение такого заболевания как глаукома, то есть как она вообще проявляется. Сам механизм по сути начинается еще от, это в принципе сосудистые заболевания. Все, что связано, как работают сосуды, сосуды конечно же головного мозга, как работает дренажная вся система, каждый насос, который внутри глазика, это все зависимость от сосудистой патологии. То есть соотношение артерии и вены, соотношение даже систолического давления, диастолического давления, наверняка вы слышали об этом. То есть как происходит при гипертонической развитии, при гипертонических состояниях, заболеваниях, очень влияет все на состояние всех насосов, всей дренажной системы, которая когда у нас внутри глаза качается жидкость, это все влияние происходит. И также еще зависит от состояния ликварной системы, то есть происходит движение от глаза головного мозга, от головного мозга по спинному мозгу и также наоборот. То есть вот эти две важные составляющие гидродинамику глазика очень огромную роль играет именно на начальном этапе соотношения этих систем и как работающего такого механизма. У нас каждый день внутри глаза, вот он такой маленький у нас, в каждом глаз правом, проходит каждый день циркуляция около 3 литров жидкости. Представьте, через него вот это 3 литра жидкости протекает по каждой структуре. То есть она приходит и уходит, приходит и уходит. И вот эта зависимость, конечно, я говорила о том, что будет она застаиваться, как она вырабатывается. Все зависит от насосов и все зависит от отношения сосудистых всех дел, сосуды и кровообращения. Это немаловажно на сегодняшний день. Дальше, что происходит? Если у нас происходит где-то то, что глаз не может, то есть жидкость пришла, но она не может качественно уйти, то есть тот объем, он не может уйти из глазика. Тогда, конечно же, по сути, глаз начинает сам создавать внутриглазное давление, то есть он хочет протолкнуть эту жидкость внутри себя. Он хочет создать, освободиться. И он, получается, делает сам себе хуже. Каким образом? В тробекуле, то есть это та часть, через которую происходит самая главная циркуляция жидкости, он начинает глазик создавать там препятствия, то есть забивает ее соединительной ткани, забивает фибрином. И, конечно же, происходит повышение внутриглазного давления, хоть как-то протолкнуть. Но при этом самому глазу состояние, то есть он делает себе намного хуже. Создается внутриглазное давление и происходит давление на всех уровнях. Об этом мы поговорим дальше, какие последствия несет за собой это состояние.